Hello everybody, hi my students, hello friends. Ну вот мы и дождались, месяц прошел, очередное 23 число, мы его обозвали мистический смысл, у него есть у этого 23 числа. Все время какие-то ритуальные тут вещи происходят, или покушение на убийство, или убийство, или крупные какие-нибудь такие жертвоприношения. Ну вот в данном случае пострадал эхо Москвы от нападения пока неизвестного какого-то такого Бориса Герца. Откуда он происхождением неизвестно, пока выясняет следствие. Но нам уже теперь все это ясно, потому что 23 число и очень много совпадений. Первое совпадение какое, это критика России 24 в сторону эхо Москвы сокрушающая была, и называлась фамилией как раз вот Татьяна Фингельгауэр. Фингельгауэр. Вот. Может неудачные фотографии-то вот, поудачней. Татьяна Фингельгауэр. Заместитель, кстати говоря, она главного редактора эхо Москвы, то есть должность занимает административную, и там в том числе непростой сотрудник там в этой редакции, в отличие от Латыниной, которая не исполняет такой должность, я просто корреспондент. И вот, значит, что произошло? Мы знаем, что произошло. Ворвался там, каким-то перечим газом обработал охранника, знал, несмотря на то, что живет гражданство Израиль, знал он расположение всего этого хозяйства, и прошел именно туда, куда надо, и сделал почти то, что надо, только единственное, что второй охранник помешал нанести более, как говорится, смертельный удар. И вот она, эта Татьяна находится сейчас в Склифосовском. То есть после операции приходит, будет приходить в себя, пока в искусственной коме находится. И вентиляция искусственной легких. Вот мы хотим сейчас прояснить вопрос. Это одно совпадение. Критика, значит, Россия-24 в адресе Гауэр. Потом другое совпадение, что Латынину тоже обрабатывали. Я не зря привел фамилию Латынину. Видите, второе совпадение. И эту, значит, корреспондентку того же Эхо-Москва обливали фекалиями раз, обработали каким-то неизвестным отравляющим веществом боевого назначения. Дом ее вместе с родителями и соседями. И вот третье совпадение то, что вот у нас выборы и сейчас обработка ведется всей вот этой вот оппозиции, особенно вот Эхо-Москвы, которая названа чуть ли не Эхом, ну, Вашингтонского Уолл-стрита или Вашингтона. Вот таким образом. То есть перед выборами происходит, видимо, зачистка вот этого всякого совпадения. Тем более эти журналистки две, они отличаются очень большим интеллектом. И они не зря попали на эту работу. Их материалы всегда очень острые. И некоторым достается от этих журналисток. Они обладают очень большим умом, интеллектом, логикой. И развит у них ум, и высокопорядочные они сами по себе. У них, в отличие от многих наших вот этих административных членов, у них есть восьмерки в матрице. Вот мы сейчас и рассмотрим эти матрицы их, поскольку вот на них было покушение-то. И именно все с Эхо-Москвы они. Вот начнем мы, конечно, с Фингельгауэр Татьяны. Но она приемная дочь, вот тоже корреспондент Фингельгауэра, с 85-го года рождения. В Таджикистане родилась. Вот видите, характерный вот это вот. Но она, во-первых, очень такой лояльный человек, у нее три единицы. Она с ней может по душам поговорить, и она общий язык с ней можно найти всегда. У нее, видите, две тройки. То есть аналитический ум к наукам большие способности. Еще при наличии логики это вообще сказочно. Ну вот нет семерки, нет везения, нету здоровья и нету энергетики. Ну вот две восьмерки, говорят, то что она отзывчива на все запросы людей, очень порядочный человек и семьянен прекрасный, но зависим часто от непорядочных людей. Две девятки, вот этот ироничный ум, который может ее подводить. Ум большой и ироничный. И есть небольшая вот мезентропия, то есть такие есть признаки, наши R-признаки. Но в остальном матрице, видите, прекрасная матрица. То есть все в порядке. Самооценка незавышенная, высокая, но незавышенная. Также вот цели правильные все, семейные все нормально. И пятерка только вот много очень привычек. И вот это характерно. Видите, нулевки выстроились как. И мы сейчас увидим, что у латынины это ведь то же самое. Видите ее матрица латыниной. Ну это уже скрытая эгоистка, но у нее аналитический ум еще выше. Логика тоже есть. Восьмерка, она очень порядочный человек. Девятка одна, то есть у нее иронии нет. И вот видите, пять шестерок. То есть ей бы в кибуце морковку выращивать. Она очень любит физический труд. Ну очень привычек. У нее колоссальное количество привычек. Но с семьей не важно. Пассив полный и цели. Ну цели тоже у нее не совсем. И четверка вот эта. Ну мы с ней разбирались. Я здесь хотел только с ней отметить то, что видите, вот эти три нулевки у них одинаковые. Вот. И вот такие вот две журналистки фактически вот с одинаковой фигурой нулей в матрице попали под почти что смертельные разборки. Вот эта обработка ядом, она могла бы обойтись очень много дорого латыниной. Это могло бы закончиться летальным исходом. И также семье тоже ее. А здесь видите удар в шею был нанесен. Многочасовая проведена была операция. Вот таким образом сегодня 23 я опять повторяю. Мы будем эти 23 числа, если Бог даст, замечать эти события. Как бы сейчас следствие не шло, мы то с вами уже видим, какую связь между ними и между событиями с ними, связанными с покушениями. И то, что в журналистике честным людям, вот как они, приходится очень тяжело. Плюс, и вот видите, пострадал больше тот, кто под влиянием непорядочных людей находится. Вот с двумя восьмерками. Кто там у нее из окружения непорядочное? Это человек, который на нее влиял. Это мы не будем вот это выяснять. Это отдельная тема. Ну вот, в отличие от латыниной, у него две восьмерки. Вот это у латыниной одна. Кроме того, Фенгельгавра, она не деструктор, она как бы хранитель, вот традиции каких-то хранитель. А латынина, у нее матрица деструктора, деструктивный характер носит. То есть, разрушительный для... Ну, в том числе и для нее самой. Вот такое замечание. Но мы еще не знаем, что сейчас вот в Испании происходит, где вот этот вот Рахои, отделение там этой Каталонии от Испании или там что там у них отделяется опять. Вот. Результат референдума показал, что надо отделяться. Но тут вот как будет Масонерия вот действовать. Тут тоже что будет с этим Рахои, как она поступит в Масонерии. Тут-то вот простые журналистки, видите, и то, какое наказание им следует. А там вот отделение, как вот они, фишка ляжет для этих отделяющихся товарищей, у которых фактически нету и снаружи силовой поддержки, очень слабая силовая поддержка. Там уже вежливых людей-то нету, которые помогут им отделиться. Если бы туда подкинули вежливых людей, то они, может быть, там и сегодня решается вопрос. А если они сегодня не отделятся, вот 23 числа, видите, какой критический момент. Если не отделятся от Каталонии, то уже через день их буквально завтра уже могут арестовать этого Рахои. Ну, вот мы сейчас еще пока не знаем результата, узнаем, что будет с этим человеком. Что вот эта Масонерия у нас еще придумает на этот счет. Вот такие сегодня события. 23 числа мы будем отмечать как день мистических событий. Уже несколько таких событий мы подметили, и тут лекции соответствующие были. Это и про Вороненкова, и про Тарасова, и про других людей. Вот и сейчас вот этот Татьяна Фингельгауэр. Всего доброго до следующего, 23 числа.